Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сы, таракуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Продолжение следует... КИДК ПАДИАДИТАК ДОПК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Неожиданный позитив. Или сочные новинки ПТС Уорфейс. Давно я не видел тебя таким счастливым в нашей помойчке. Ты знаешь, Капитан Очевидность? Для этого есть, как ни странно, все основания. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Аркутагин, Капитан Очевидность. И наша великолепная помойчика Уорфейс. Обновлённый ПТС, на котором мне довелось познакомиться с новой штурмовой винтовкой Кьюби-Зет. А пробовать обновлённый, теперь ещё и с модами, да с улучшенными характеристиками пистолет Сигзаур-226. Зарубиться в новом режиме, кстати, очень классном, да на новых картах. И причём всё это вместе и сразу. Вот уж воистину, с одной стороны, Алодусы наши являются величайшими кассифорами. И при этом умеют приятно удивлять. А вот эта палка-нагибалка Мэйден Чайна лучше СТК? Нет, Капитан Очевидность. Друзья, если кто-то из вас ждал очередной имбы, которая придёт, порвёт СТК, надо снова донатить, нет. Это не про эту пушку. Новая Кьюби-Зет отличается великолепными характеристиками. При этом она отлично ваншотит в голову, в отличие от СТК, да, именно так. И помимо этого, эта пушка ещё и хорошо пилит в тело. Это, знаете ли, компромисс между ХК, может быть, Гелионом, вот такими пушками классическими. Прежде всего, конечно же, всё-таки головошотными. И таким орудием нагиба, абсолютно анскильным, как СТК, которое в голову не ваншотит, да ей не надо. Пока ты будешь владельцу СТК доводиться в голову, он тебя уже в тело спилит за, не знаю, 0,1 секунды. Вот Кьюби-Зет где-то посередине между этими подходами, между этими пушками. Она хорошо пилит в тело, лучше, чем ХК и лучше, чем Гелион. Но по этому параметру всё-таки заметно уступает СТК. Дабы не быть голословным, дабы это не были просто предположения, мы с коллегами, с ютуберами собрались. И, друзья, устроили тесты, зарубились. По-моему, сколько нас было? Пятеро на пятеро или четверо на четверо. Одна команда с СТК, другие с Кьюби-Зет. Договорились стрелять только в тело. И надо сказать, всё-таки, да, конечно, Кьюби-Зет СТК уступила. СТК было эффективнее и с этим спорить глупо. Но при этом сказать, чтобы счёт был прям супер разгромным, нет. СТК было ощутимо лучше. Но по сравнению со всем остальным штурмовым арсеналом, Кьюби-Зет всё-таки могла огрызаться. И обладатели Кьюби-Зет тоже обладатели СТК порой очень неплохо валили, а порой и делали серии. А мы с вами из этого делаем вывод. Вывод простой, друзья. Кьюби-Зет это обалденное универсальное оружие, которое, нет, не потеснит СТК. Но прочно, глубоко и надёжно занимает второе место. Никакие ХК, никакие Гиллионы всё-таки по сравнению с этой пушкой уже рядом не стоят. Она на уровень, на голову, выше. Да, не на одну, скорее всего, даже голову лучше, чем эти пушки. Вот у нас сегодня выбор. Да, она скильная, но что уж поделать. Имбовая, безальтернативная СТК. Либо пушка, которая всё-таки откровенно ей уступает. Но для любителей пострелять в голову, да и в тело, на самом деле, позажимать тоже есть. Такое вот универсальное оружие, которое не дотягивает до топ-1. Но топ-2 занимает прочно, глубокой. Я, в принципе, это говорил, да. И у неё, кстати, мне понравился прицел. Как и 1.3, так и, собственно говоря, возможность перехода во второй прицел. Не помню, как у неё кратность, по-моему, 4 или 3.5. Ну, я её почти не пользовался. Такая, знаете, классика, классика. В общем-то, неплохо. В общем-то, хорошо. Как у ХК, собственно говоря, ситуация. Та же картина. Почему-то прицел 1.3 коллиматорный многим не зашёл. Мне зашёл. Мне нормально. Хотя, опять же, это вкусовщина. Это дело привычки и дело какой-то, наверное, эргономики, удобства. Кому как удобно. Мне прицел зашёл. В целом, пушка понравилась. Отдача у неё не сильная. Играл я вот с такой сборкой. Есть, кстати, варик. На самом деле, здесь один из модов заменить на темп стрельбы. Тогда этот темп стрельбы будет больше 800. И это как раз та ситуация, когда у нас QBZ не сильно, ну, не настолько прям, что пуш колоссально уступает СТК по распилу в тело. То есть, это очень и очень и очень тоже классная пушка по-любому. Я надеюсь, с этим всё понятно. Если вам нужна какая-то сухая эффективность, прямо вот вопрос ребром, что брать. Ребят, берите СТК. Ничего с водом этой пушки кардинально не поменяется. СТК божила, божит. И я думаю, ещё долго будет божить. Что касается QBZ, это если вам, как и мне, кстати, ну, не нравится. Да тем более, я больше на паблике играю. Ну, не нравится мне СТК. Ну, скучная, тушка стрельная. Да, мощная, да и хрен с ним. Вот. Хочу что-нибудь типа вот Гелиона, но только вот новая, блин, мощнее, интереснее, чтобы могла огрызаться против той же СТК. Пожалуйста, QBZ однозначно ваш выбор. То есть, итог у нас следующий. Тебе эта пушка зашла. Мне очень понравилось. Я буду выбивать. В принципе, я всё выбиваю. Я думаю, тут всё понятно, как бы. Я выбиваю, потому что я делаю видос с этими пушками, делаю нарезки и так далее. Но вот у меня вердикт такой. Если вы любите головошот классический, классическим штурмовиком играть, стрелять по головкам, QBZ, ребят, прямо, ну вот, это топ топов сегодня. Я так считаю, по любазу. А как тебе, братан, моды на Сигзауэр? О, это отдельная песня. Ребята, Сигзауэр, самый сбалансированный пистолет, наверное, за всю историю Варфейса. Да, никакие Т-9 Таурусы рядом не стояли. Это же баланс, это прям воплощение баланса. Это как вот СТК, Берета АРХ, там, вот это вот всё оно душевное, вы ж понимаете. Вот, Сигзауэр, самый легендарный пистолет, после нерфа которого одни прямо вздохнули с облегчением. Грёбаные снайперы, сука, совести у вас нет. Он был... Я совершенно спокоен. Да, другие взгрустнули, как я, например. Перестал ваншотить голову, стал неубедительным. Разработчики, как позорники, написали, у нас такое видение игры, полуавтоматические пистолеты. Вообще, пистолеты, кроме револьверов, не должны ваншотить в голову. И с тех пор, кстати, всё, дальше продолжила, сука, ваншотить, кроме Сигзауэра. Вы наводили всяких там попугайчиков, хренебальчиков, всего, всякого говна наводили. Даже автоматика, по-моему, многое. Как ваншотила, так и ваншотит. Вот единственный полуавтоматический нормальный пистолет, который перестал ваншотить, это стал Сигзауэр. Ну, хоть бы не писали, что сказали, что мы вот фиксим Сигзауэр, он слишком мощный. Мы против, чтобы полуавтоматические пистолеты, вот только револьверы должны ваншотить. Всё остальное дальше ваншотило. И дальше, сука, вводили коробки. И там тоже всё ваншотило, только один Сигзауэр понерфит. Братиш, побереги нервы, пожалуйста. Да я спокоен, просто несправедливо. Хороший Сигзауэр, классный, ребят. Это давно было, другие разработчики забыли. Да, блин, ну немножко помпануло, ну чё вы, блин. Деньги-то уплачены, блин. Да. Моды хорошие, моды могучие, сука. Можно вообще развить вот такое. Вот, 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 где-то там оно, вот. Видите, да, сборочку? Короче, у вас будет всего 8 патронов. Это, кстати, наверное, одна из самых... Там всё вокруг вот этого уникального мода вертится. И там уже выбираете, чё кому. Я вот тут, понимаете ли, решил ещё темпу поддать, короче. Вот, вот так у меня оно всё выглядит, так оно смотрится. Короче, чё имеем? Короче, короче, сука, слово паразит, тавтология. Короче, пфу, бля. Вы поняли? Мощно, сочно, прочно. Это я тоже говорил всё. Обалденный, обалденный пистолет получается. Ребята, прямо перфекто, синьоре. Нагибает только так. Как правило, для того, чтобы утилизировать противника, вам потребуется два попадания ему в тушку, либо одно попадание на клык. Звучит, конечно, впечатляюще. Но станет ли этот пистолет конкурентом Таурусу? Да, абсолютно точно. Ребят, можете не сомневаться. Сигзавр 226 теперь на модах. Он, кстати, по дефолту улучшен. Он по дефолту и то, кстати, ой-ой-ой, неплохо. Так ещё и с модами теперь. Он, знаете, он прямо вот, наверное, даже чуть получше. Ну нет, ну в принципе то же самое. В общем, плюс-минус, плюс-минус то же самое. Я скажу, если выбирать между Таурусом и Сигзавром, я выберу Сигзавр. Мне кажется, он получше. Но на самом деле я-то выберу новый автоматический пистолет. Вот это... Ха-ха-ха! Новый, сука! А ну, возожив! Это моя тема. Мне вообще пофиг. Я на медике, сука, даже такие могу бегать. Я, понимаете, я из того поколения, которые... Ха-ха, да. Глок 18, там, Тег 9, сука. Ну это, это, это моё. Я такое люблю. Я Коля Суэйт, как бы. Вот это я философия, сука. Кнопку зажал, скилл показал. Не верьте, колена спросите. Ха, тебе шпрот, сука, не даст соврать. Нормально, без лишних понтов. Главное, что работает, я так считаю. Надо, сука, мы практики. Ну а так, в целом, да. Сигзавр просто перфекто. Это прямо, ну это, это, это на гип-машина, ребята. Серьёзно. Если вам не нравится Таурус. Мне он, ну как-то, ну не особо. Он, бутин, как бы, вроде и ничего. Но он такой, какой-то всё-таки, вот эта отдача. Бах, сука, улетела. Бах, бах, бах. Ну не знаю, ну как-то оно, оно вроде прикольно. Но это понты а-ля Мотеба. Ну, попонтуешься ты, ну хорошо, ну и что? Ну, вроде и имба, а вроде и нет. Как-то очень спорно. Сигзавром всё просто, сука. Бешеной отдачи нет, он просто в точку добит. Можно от бедра стрелять, можно в прицеле стрелять. Да, 8 патронов. Темп зато очень тоже, кстати, неплохой. Короче, он, он, он реально проще. Он удобнее, он интереснее, этот пистолет, нежели Таурус Рейджинг Хантер. Ну, а когда, вот сейчас она уже ввели, нет, введут, автоматика, этот, наконец-то появится. Ну и чё, пацаны, забейте, если вы пистолет на ближний достаете. Да в жопу, что Сигзава, что Таурус. Берёшь автоматику, можно и парную. Ах, сука, пошёл зажигать. Я, кстати, до сих пор с Маузерами бегаю. Не то пальто, конечно, уже. Ну, кстати, на ближний, за того же снайпера, если. Прекрасная пушка, очень даже бодро сносит. Итого, имеем разнообразие. У нас отличный Таурус Рейджинг Хантер для любителей попантоваться есть. У нас прекрасный Сигзава для любителей попантоваться, но эффективно попантоваться. Тут и хэдшот можно поставить, и в тело распилить, и удобнее, чем с Таурусом. То же самое, плюс-минус, чуть получше, наверное, даже. И у нас есть автоматика для тех, кто понтоваться не любит, сука, а любит просто результативность. Рекомендую. В общем, новинка великолепная. Я одобряю. Таурус, точнее, Сигзавр получился офигенным. По мне, так лучше Тауруса. Нерфить не надо, он не имба. Он тоже, как бы, не сказать, что прям суперудобный во всех ситуациях. Как бы, это не тот Сигзавр, который был когда-то и стрелял там, не знаю, как пулеметы все сносил. Нет, тут то урезали, здесь урезали, зато урон подняли, да, с модами. В общем, получается вот именно то, что нужно. Ну, пока выходит с одной стороны очень хорошо, а с другой балансно. А что же, рачишка, ты нам скажешь про новый режим? Новый режим, Капитан Очевидность, мы с ютуберами, да, мы с ютуберами это все заценили на суперсекретном тестовом сервере, там же, где мы СТК, собственно говоря, против QBZ тестировали. На ПТСе, друзья, к сожалению, я так и не смог поиграть в этот режим. Я где-то там 14 минут искал его, нихрена не нашлось. Я просто нажал все карты и, как бы, вот в основном мне попадались какие-то там, какая-то ферма, какой-то этот, как он там называется, короче, квартал, пригород, вот это вот, вся шелупонь, сука, скучная, уже надоевшая. Хотел в эту новую карту поиграть, нифига, новый режим не получилось, но мы с ютуберами там неплохо поиграли, несколько кадок побегали туда-сюда. Что могу сказать, мы потом отдельное видео сделаем, поэтому по-любому на этот счет, сука, выскажемся за этот сок. Короче, две новые карты, ну, которые нифига не новые, но они новые, они классные, они обалденные. Одна карта у нас, по-моему, была на какой-то праздник, то ли Новый год, то ли что это была, ну, чуть-чуть переделанная она. Это у нас пункт назначения, да, классно там, шарики такие, сука, все душевное, типа, похоже на киберпанковый стиль такая душевная. А другая карта, вот реально новая, ну, как бы старая, но новая, это как бы версия 3.0, можно сказать. Это D17, D17, обалденная, сука, такая красочная, такая душевная. Вы знаете, такое ощущение, вот у меня вот появилась ассоциация такая, я играю в Apex Legends, серьезно, знаете, в Apex как-то, оно так часто нарядно все, душевно, сука, птички летают, ну, бита нагнута. Вот, вот, типа такого что-то, как-то оно, сука, так прямо футуристично, душевно, проникновенно. Мне вообще зашло, очень и очень классная карта, прям какой-то позитив внутренний, душевный появляется. А сам режим просто великолепен. Ребят, представьте себе, гибрид захвата флага, Capture the Flag, возможно, ну, наверное, не все помнят, это такой режим специфический. В основном он был популярен в таких играх, как Quake или Unreal Tournament, типа такого что-то. Короче, смысл в том, что у команды, у двух команд, как правило, есть флаг, надо попасть на базу противника, схватить его флаг и притащить себе. Здесь ситуация немножко другая, ничего никому притаскивать не надо, на карте есть один флаг, кто его первый схватил, убегает, и пока он бегает с этим флагом, его команде насчитываются очки. Когда его нагнут, противник заберет флаг, теперь этой команде начинают начисляться очки. Вот, естественно, там есть какой-то лимит, мы его не достигали, наверное, это 200 или 250 очков, у нас просто время выходило. Короче, классно, интересно, гибрид классического из старых шутеров, олдовых таких, Sky-Fi шутеров, арена, Capture the Flag и доминация, вот что-то между тем и тем. То есть, есть всего одна точка, эта точка, это флаг, который ты хватаешь, с ним бегаешь, и твоей команде, пока ты этот флаг имеешь, или кто-то из вашей команды этот флаг носит, вам начисляются очки. Очень классно, очень азартно, очень интересно. Что еще можно сказать? Человек, который подбирает флаг, у него, не помню, там на 25-30% увеличивается броня и хп, по-моему, вот. Короче, он может не ваншотиться в голову с большинства там пушек, то есть, его там можно не сваншотить, там, не всегда, во всяком случае, с дробовика, то есть, он такой более живучий становится. Не сказать, что он прям очень живучий, нет, это не какой-то там джиггернаут, это не даже как какой-то сет былые времена, он вполне нагибается, он распиливается тоже, но чувствуется, что вот немножко, как будто там брони-то существенно побольше у него все-таки. Но играется это реально обалденно, это реально, помните, у нас с черепками был ивент, люди бегали с черепками, черепки собирали. Вот это типа такого же, вот прям классно, реально, даже карт бы побольше, там всего две, был бы карт там, как вот типа заправки снова, там 4, 5, 6 каких-нибудь карт. Вот было бы лучше, карт бы побольше, всего две это мало, но, блин, это мне, наверное, понравилось больше всего. Режим обалденный, не ожидал, после всех этих, сука, суперменов всяких, ну, как-то мне это не заходило, многие там гангеймов тоже как-то быстро надоедают. Мне за все время, честно, вот мне за все время зашел режим с черепами, когда надо было командам собирать черепа. Вот, это было обалденно, это было интересно, там еще карты такие наводили, старые, интересные, новые, там всякие кибипанки, в душе она была, сука, бегаешь, гнешься, гнешь. Туда-сюда, как бы, наклонения вот эти все, очень качественно было. И вот, наконец-то, появился режим, на котором я буду на паблике задротить, я реально буду задротить, мне просто нравится, я буду в удовольствие играть. Естественно, на этих режимах буду записывать материал для нарезок. Это обалденно, это прямо классно, я жду, не дождусь этого обновления, именно в первую очередь из-за этого режима. Ну и, наверное, честно говоря, язык Юби Зет, потому что люблю стрелять в голову, жаль не попадаю. Ну, расписал ты, конечно, все в красках, получается действительно какое-то позитивное обновление ПТСа. Ну, вообще, да, Капитан Очевидность, друзья, обнова получилось интересной. Я знаю, я много чего говорил, туда-сюда, как всегда, комнату затопило, но я хотел поделиться с вами своими эмоциями, своими вот этими наболевшим, накипевшим, позитивом, сука, этим всем. Я надеюсь, вам тоже понравилось то, что вы увидели, то, что вы услышали. Конечно, да, как всегда, выпустит, будет куча багов, получится говно, но, тем не менее, надо же во что-то в жизни верить, в какой-то, сука, минимальный позитив, давайте в него верить. Пока что мы имеем Кюби Зет, который не нарушает баланса, не заставляет вас донатить, но порадует хедшоттерам. Мы имеем Сигзавр, который тоже, как бы, ну, скорее всего, все-таки, все с ног на голову не перевернет, все-таки 8 патронов, некоторые ограничения по темпу. Он, наверное, лучше все-таки, чем Таурус, но не так, чтобы, блин, на 10 голов, в общем, кому что нравится, я думаю, особо большой разницы не будет, и это круто. И, конечно же, у нас есть обалденные новые карты и обалденный новый режим, и мы будем молиться, надеяться, просить Всевышние Силы, сука, чтобы это не просто обновление поставили в игру, Но, конечно же, прежде всего, чтобы оно, сука, нормально работало.